Доброе утро! Я отдала пряники. Проснулась. Как только вышла на улицу, сразу проснулась. Меня это прям взбодрило. И сейчас идем готовить завтрак с детьми. На улице какая-то сырость, я не пойму, или дождь капает. Что-то такое. Сейчас будем готовить все на блин. Ставлю на весы стакан. Сюда всыпаю 40 грамм овсянки. Вот, 40 грамм овсянки. Теперь нужно влить 80 грамм кефира. Ой, я влила аж 100. Ну, ничего страшного. Добила сюда еще одно яичко. Небольшой кусочек сыра, 20 грамм написано. И сейчас добавлю сюда зелени, соль, перец. Я все посолила, все перебила блендером. И сейчас жду немного, минут 15-20. И будем все выпекать. Вот это все на блинчик. Подготовила уже зелень, чтобы добавить сюда. Вот, немного укропа и петрушки. И буду и кушать салат еще. В общем, овсянно блин с сыром, и салат будет мой завтрак. А сейчас все постоит, а дети попросили блинчики. Сейчас им буду делать блинчики. Буду сразу взбивать блендером, ой, миксером все вот в этой чаше. Сейчас еще добавлю молока, яйца, все, в общем, на глаз. Яйца, мука. И все взобью миксером. И буду жарить. Жарю блинчики. Вот сюда их складываю. Сейчас буду переворачивать. Надеюсь, что сейчас получится. Да как только начинаешь снимать, то ничего не получается. Походу, это тот случай. Быстренько. Без камеры все отлично перевернулось. Так, мы сели завтракать. Вот моя овсяна. Блин разваленный. Но очень вкусный. С сыром и зеленью. Вообще прям супер. Кофе. Сало с черным хлебом. Блинчики с облепихой. И с малинкой. И хир с маслом. Хрем с маслом. Это у тебя. Да. Два дня приготовили. Да. Сержиня просто, когда я ему сказала слово овсяна блин, он сказал, что я гестапо. И экспериментирую на людях. Долго ли они продержатся на овсяна блинах. Здесь у меня белок. Я уже готовлюсь к вкусному сладкому букету для своей крестницы. Здесь у меня три белка от трех яиц. В идеале нужно взять 100 грамм белка. Но у меня я всегда беру от трех. Бывает, что чуть меньше 100. Там 97-95 грамм. В общем, я не вскрываю четвертое яйцо и по граммам не добавляю. Вот. В общем, здесь у меня три белка. Сейчас сюда идет 170 грамм сахара. И все это будем нагревать до 46 градусов на водяной бане. Вот у меня уже здесь водяная баня. И получается, что это называется швейцарская меренга. Так, я уже включила духовку. 100 градусов у меня здесь. Взбиваю белок, который нагрелся с сахаром до 45 градусов. Начинаю его взбивать примерно 10-12 минут в зависимости от миксера. И в конце еще сюда всыплю 30 грамм сахарной пудры. И все опять хорошо взобью, чтобы отсаживать наши мини-розочки на палочках. У меня получились вот такие вот безышки. Некоторые розовые с желтым, а некоторые просто желтенькие. Все, отправим в духовку. 70 градусов. Сейчас вот я включаю духовку. Она будет 70 градусов на 3 часа. Так, Антошка, пока. Антоха на танцы. Давай я с тобой приеду, хорошо? Хорошо. Хочу пока поехать обмыть себе машину. Ну, дома, в смысле, сама. Потому что гляньте на зеркало заднего вида у нас. Вот оно какое. Надо сейчас его срочно помыть. Так, все, я споласкиваю машину, обмываю. Просто вода, просто щетка. Просто грязная машина. И сзади она уже чистая. Ура. Ну, хотя бы лучше, чем было. Поэтому пока будет так. В общем, продолжаю. Так, Антошка. Антошка, пойдем копать картошку. Да, Марсик? Пойдем копать картошку? Где тут наши машины? А! Мы сейчас собираемся кушать. Да? Вот вы крутые. Кто-то уже хочет есть. Чего? Ты холодная? Так. Гриша выбрал кашу. Афоня выбрал макароны с голубцом. Я нажму. Ты сам нажмешь. А, горячее, горячее, горячее. Я нажму. Я нажму чуть-чуть. Гриша, гречка. Я нажму на кашу, наверное, и на кашу. Нет, вот сюда. Все? У нас тут замена лампочек. И все разные. Да. Вот тут только другим. Вот тут неси. Вот такой вот букет получился. Сейчас перешла, я его сфотографирую. Не знаю, насколько тут хорошо сейчас будет видно. Веду, если что, на улицу. И вот прянички. Сейчас будем фотографировать. А, тут уже нормально. Я пока камеру включила, дорога стала нормальной. Для Краснодара это хорошее. Да, мы заехали в Краснодар. Ребят. Ой, как это. Ты не машешь, они, наверное, думают, ты не машешь. А я протираю офигела от того, как... Прям на улице, на проходе. Вот, в общем, ехали мы в Краснодар сейчас. Ищем. Мы, как всегда, забыли, куда ехать. Да нет, сейчас вот сюда. Сюда? Если же нет, вспомню. Везет. В общем, едем, едем. Это когда, если бы тебе дало это. Сейчас вот как раз вокруг вот этого дома и в переулок. Детки как раз выспались. Да, Григорий? Буди всех мальчиков. Скажи, что мы уже где-то рядом. Будите, одевайтесь. Рядом. Ты именинница. Ты мне косметику, вон, сердечко. Да? Да. Синя! Ура! 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 Счастье, моя швачка. Ты мне пугайся так. Ну, правда, я не знаю, что нужно, не отдать кофеме. Может быть, ковряться за сутки. Я сейчас выставлю свой прекрасный отряд. У меня обязательно принесут подарки и положат. Вот так. А мы только будем тут с вами. Давай. Давай. А что мы сделаем? Ага, ты кто? В порядке, мы будем уже готовы? Расскажите, пожалуйста. А Оля? Деся. Деся. Слушай, как? Серега. Серега. Альтоша. Альтоша? Марьяна. Маргарита, так. Марьяна. Вы прощите, пожалуйста, Марьяна, Марьяна. Все, 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 все. Нет, Оля. Оля. Нет. Мока. Так, все. Совсем не познакомьтесь. Отлично. Это не укрепляет. Так, и старая ручка. Три. Опа. А ну-ка, молодцы. Только не теряй. Хорошо. Держим ручки вот так, чтобы у нас не был способ. Шарики круглые. А это? Чурики. Это чурики. Я тоже с тобой с тобой. Бери, как у тебя нравится. Стоп. Сначала Арина. Сначала Арина. Вот этот. Бери. Держи. Ариша, Ариш. Ариш. Отлично. Ариша. Молодцы. Ариш. Возьми мне розовый. Возьми. Сейчас мы будем растягивать наши сосиски. Вот так. Арика, растягиваем, растягиваем. Может быть, помочь? Давай я сюда помню. Давай. Зуя. Ну, мало ли. Ты все знаешь. Я сам растую. Я сам растягиваю. Так, вот стоп. Сначала мы с Ариш. Моя хорошая, ты представляешь, это был взрыв. Итак, сейчас я тебе обычную косиску. Я не знал, что будет зыр. Да, как ты это угадал. А, ты сам пора. Так, давай, я растягиваю. Я сам. А, ты сам пора. Нет, Афония у тебя не получится. А вот. Так, у Афонии все получится. Давай, Афон. Надо быстро. Ой, не получай. Чтобы было быстро, нужно, чтобы сил было много. Так. У меня есть сил. У тебя нет сил? Нет, нет. А, у тебя много сил? Или мало? А сколько много? А сколько мало? Вися. Кто? 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 Кто попадет там? Ну, ничего, не переживайте. Мне лучше расскажите, кто с Афонией там учитывается. О, лучше больше. Кися. Хорошо. После него там. Ну ладно, так можно. Я. Так можно перечислять и бесконечно. Для меня лучше расскажи. А, ну вот, понимаешь, он такой большой. Он такой сладкий. Он такой вкусный, красивый. На нем еще свечка. И мы идем, что с Афонией там учитывается. Кто? Это кто? Кряник. Да. Это кто? Нет. На чем? На торте. Говорит, это кто главный? Я котик. На торте. Я котик. Я котик. Да. Так вот, ребята, чтобы тортик нам сюда пришел, и Арина смогла загадать свое самое забитное желание, нужно будет кое-что сделать. Для начала, все взрослые танцы ставят большой-большой кружочкой, поэтому собирайте, дайте сюда, все раскладывайся. И сейчас выключится свет. Мы с вами споем волшебный письмо. Гриша, бери за ручку. За ручку, Ариша. За ручки, тортик обязательно, и сюда придет. Заходите сюда, забройте тортик. Ариша любит Гриша. Итак, готовы? А вы уже Ана рассказали. Нет, я ничего не рассказала. Так, Антон, Сергей. Антош, сутки. Итак, становимся в кружочек. Становимся в кружочек. Здесь я буду чуть-чуть. С днем рождения себя, с днем рождения, Ариша. Итак, Ариша, сгадывай желание. Мы все вместе считаем, готовы? И ты задуваешь мешки. Готовы? Согадывай желание. А мы сейчас... Два, три, сгадывай. Ура! С днем рождения! С днем рождения! Два, три, сгадывай. Два, три, сгадывай. Ура! 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 Поехали! Ура! Ура! Афоне такие специальные часы, да, чтобы управлять динозавром, да? А там кнопочки нажимаются на нем сверху или нет? Антоша в фиг вам залез. Смотрите! Я уже поделил меня! Антоша, нравится эта подушка, да? Это не подушка, а это фиг. А что это? Синий? Какой маленький? Гриша, смотри, давай шарик опустим! У Маргариты тут целый детский сад, да? Ничего себе! Сколько здесь мягких игрушек! Маленькие! Эти миленькие! Эти миленькие все! Это нам приводили маму! Маму поприводили? Да! А ты воспитательница? А ты кто, Алексеевна? Вечеслава! Ну что, мы уже дома, что хотела сказать, приехали без света, представляете, завелись. А у нас только горит дальний, какой там габариты горят противотуманки, а ближнего света нет. Ну, благо мы ехали по Краснодару, то есть там все фонари освещали, были те места, где плохое освещение, нам было ничего не видно, но и машин было мало. То есть мы ехали с дальним. Доехали, завтра будем смотреть, потому что мы даже не знаем, где у нас предохранители. Машина у нас, получается, 5 лет. Вот как Афоня родился за месяц до этого, получается, перед моим днем рождения, Сержиня мне подарил. Вот Афоня 5 лет, и мы даже не знаем, где у нас предохранители, ничего такого не было, поэтому завтра будем смотреть, что такое могло быть. Вот. Я сейчас заложила стирку, монтирую видео и посудомойку заложу, и спать встали. Все-таки на эмоциях дети, в общем, взрослым уже аниматоры не нужны, вообще им не нужны. Даже Афоня, когда смотрел на аниматоров, не очень. Поэтому как-то так. Прошло день рождения, ну, весело все равно было, пообщались, это здорово. Если честно, многие сейчас не отмечают дни рождения, потому что говорят, у нас нет денег, или там мы куда-то уедем. Все это тоже круто, но дети хотят праздника. Здесь тоже Арише думали не отмечать день рождения, тоже хотели поехать в горы, родители. Но Ариша сказала, я хочу праздника. Дети, да, они вот хотят праздника. Я считаю, что нужно встречаться, общаться, потому что мы вообще в будние дни, в обычные, без дней рождения, вообще редко видимся. Поэтому нужно чаще общаться с друзьями. Ватсап, телефон, это все круто, инстаграм, это вообще отдельная история, но встречаться нужно. И мне хочется, кстати, в Кропоткину поехать к моим сестрам, не знаю, когда. Но надеюсь, что поедем. В общем, все. Всем спокойной ночи! Субтитры сделал DimaTorzok